приветствуем вас дорогие братья и сестры на библейском портале экзегет и сегодня вместе с вами мы вспоминаем святого пророка божия малахию это последний пророк ветхого завета вот представляете да если брать ветхозаветные писания книги пророков вот они делятся на там великих четыре великих пророка даниил езеки или исаи и риме и 12 малых пророков но на самом деле 12 малых пророков они малы лишь по объему записанных книг с пророчествами а по духовному значению этих книг они такие же великие как и четыре упомянутых и вот среди этих двенадцатых как бы малых но малых по объему написанных книг пророков последним является именно святой пророк божий малахия его поэтому еще называют печать пророков то есть в каком-то смысле господь как бы вот запечатывает уже дар ветхозаветных пророчеств которые предвещали о христе о том что будет связано со спасителем нашим да с новозаветными временами и дальше уже такой вот как бы переход переход уже собственно к новому завету ну в начале иоанн притечи который на рубеже ветхого и нового завета и вот пророк малахии он как раз предвещал кстати и святого иоанна притечи и самого господа и спасителя нашего иисуса христа сразу скажем вот братья сестры что на сведения о жизни святого пророка не очень много хотя вот у нас особый день посвященный ему день его памяти да и он на небесах конечно внимает всем кто в этот день обращается к нему с молитвой кто берет в руки священную книгу его пророчеств поэтому и мы должны выполнить этот духовный долг да но вот еще раз повторим что не очень много сведений но что мы знаем точно то что святой малахии он пророчествовал уже после возвращения иудеев из плена вот когда иерусалим восстанавливается да ну там его длительно восстанавливали значит и стены города и сам город и храм соломонов это уже второй храм уже он был тоже восстановлен а восстановлен и построен второй храм это 516 год до рождества христова представляете вот если брать даже просто исторические данные прошло ровно 70 лет а со дня разрушения значит и храма соломонова до дня его восстановление разрушен в 586 году до рождества христов восстановлен в 516 году ровно 70 лет ну и плен конечно тоже был 70 лет но выводить начали на самом деле еще до разрушения храма Поэтому и возвращать начали тоже до восстановления храма, а то и другое по 70 лет получилось. И вот святой пророк Малахия, он живет уже в эти времена, когда восстановлен храм, когда, значит, служители Божьи совершают положенное служение, вот жертвы приносятся. Но не оказалось, что не всегда люди прилагали к этому сердце. То есть народ, он вроде бы получил огромный урок Вавилонского плена, но, как оказалось, не все вразумились, да? А Господь своими пророчествами через таких Божьих, через своих людей пытается вразумить и донести какие-то удивительные истины. И вот то, о чем говорил святой пророк Малахия, оно имеет на самом деле значение для всей последующей истории. Даже, может быть, не столько для иудеев, хотя первое слово обращалось к ним, но там пророчества простираются на христианские времена. И открытое святому пророку, оно остается актуальным и в наши дни. Да, вот мы еще не упомянули, что само его имя, Малахи на древнееврейском, означает «вестник Господень», посланник Божий, тот, кто возвещает волю Божию. И само его имя, оно соответствовало его жизни и его служению. Есть, конечно, небольшие такие сведения, что вот он отречался особой такой благочестивой жизнью, что ему даже ангел Божий являлся для того, чтобы открыть небесные истины, и что сам святой пророк Малахия, он закончил жизнь достаточно рано, то есть не дожил он до глубокой старости, значит, до седин своей головы, а был призван в таком раннем возрасте, приложился к отцам своим. Зато душа его послужила Господу тем, что восприняла откровение Божие и донесла это откровение в дивных пророчествах для нас. И вот, братья и сестры, я предлагаю именно обратиться, собственно, к самим пророчествам святого угодника Божия, которые и в наши дни весьма актуальны. И вот, братья и сестры, святой пророк Малахии, он начинает несколько необычно, точнее, это вот пророчества, которые даны ему, они начинаются несколько необычно, если сравнивать с другими пророческими книгами, потому что начинается так. «Я возлюбил вас», говорит Господь. Вот, представляете, да, здесь может быть даже выражение всей сути Библии. «Я возлюбил вас». Вот с чем обращается Господь к Израилю, вообще ко всем людям, то, что Он, Бог, есть любовь. И хотя, конечно, вот эту истину провозгласил прежде всего Новый Завет, но в Ветхом Завете ведь Господь тот же самый был, Он был любовь, просто люди не очень это понимали. «Я возлюбил вас», говорит Господь. И все, что делал Бог и в Ветхом Завете, это тоже было проявлением любви. Вот эти вот потихонечку, значит, как Господь вел правоцов, значит, отцов, пророков, даровал закон, Писание, вразумлял иногда очень строго, вот как отец очень жестко воспитывает своих детей, чтобы из них выросли вот его достойные сыновья, достойные люди. Вот так, значит, и Господь, Он строго воспитывал, но оставался любовью при этом, потому что Он нас любит, «Я возлюбил вас», говорит Господь. А вы говорите, в чем явил ты любовь к нам? Вот оказывается, у нас все время вот такие претензии к Богу. Господь к нам открыто, значит, так вот задушевно, искренне обращается. Я возлюбил вас, а у людей все время какие-то претензии. Причем ведь мы же и грешим, да, мы же и отворачиваемся от Бога, и при этом мы говорим, а где же там Бог, разве есть любовь Его к нам? Ну, вот если рассматривать непосредственно те времена, и вот этот вот как бы диалог, даже дискуссию в каком-то смысле, то что мы дальше читаем? «Не брат ли Исаф Иакову, говорит Господь, и однако же я возлюбил Иакова, а Исафа возненавидел и предал горы его опустошению, и владение его шакалом пустыни». И тут вот сразу такие, значит, грозные, значит, такие вот возвещаются истины. Ну, по сути, так и было. А речь идет о чем? О том, что почему Господь возлюбил Иакова и отверг Исафа? Да потому что Исаф чечевичную похлебку ставил выше благословения. Вот помните ту древнюю историю, как своего рода такой спор о первородстве? Ну, спора-то не было, да. Иаков, он родился вторым, у него не было первородства, но он ценил и дорожил благословение Божие, и он хотел быть верен этому благословению. В итоге он и воспринял первородство, потому что первородство – это были не только вот права старшего сына, что он там воспринимает наследство, основную часть от отца, а у святых правдцев первородство означало, кто станет преемником обетований Божиих. У кого в потомстве именно родится Христос Спаситель? Ведь будут две линии – Иакова и Исафа. Вот у кого? Или у Иакова, который возлюбил благословение Божие, хотел его получить? Или же у Исава, для которого чечевичная похлебка, была выше первородства? Ну, конечно же, не у Исава. И Господь поэтому отвергает Исава и обращает свое внимание именно к Иакову и его потомкам, и потому среди потомков Иакова и родился Христос. А что же потомки Исава? А это жители Идумея, Едомлене, как их еще называли, и они постоянно враждовали, постоянно воевали с потомками Иакова, и даже представьте себе, вот когда вавилоняне разрушали храм Иерусалимский, да, и вообще захватывали город Иерусалим, то Едомлене помогали им в этих разрушениях, и с таким злорадством уводили, значит, провожали иудеев и израильтян в далекий вавилонский плен. Но невозможно противиться промыслу Божию и путям божественного домостроительства, и Господь все повернул так, что богоизбранный народ вернулся в Иерусалим, а вот Едомлене, они были рассеяны. Если Едом скажет, мы разорены, но мы восстановим разрушены, то Господь Саваоф говорит, они построят, а я разрушу, и прозовут их областью нечестивую, народом, на который Господь прогневался навсегда. И вот если брать собственную историю, то мы увидим, что действительно, конечно, там, значит, Едомлене, они время от времени подымались, и даже представьте себе, вот Ирод Великий, который, значит, особенно помнится среди царей иудейских, вот если спросить человека, кого ты знаешь из царей иудейских, значит, вряд ли там вспомнит какого-нибудь Раваама, да, там, какого-нибудь Езикию, а вспомнит царя Ирода, Ирода Великого, который, в кавычках, прославился избиением младенцев, то вот пусть все знают, что Ирод, он был именно идумеяниным, из Едома, да, потомок вот этого Исава Злочестивого, и это было такое, как бы, посмеяние, но все равно, все равно, Господь рассеял Едомлен, и ныне их даже вот в помине нет, а вот в те времена о богоизбранном народе Господь проявлял особую заботу. Но вот, братья и сестры, посмотрите, какие тут еще интересные слова, они построят, а я разрушу. То есть, бывает вот и в нашей жизни некие человеческие усилия, когда мы пытаемся вот что-то выстроить, прикладываем все свои силы, строим свою Вавилонскую башню, а Господь это все равно обрушивает. Почему? Потому что если человек разрывает свою связь с Богом, то все дела его лишаются благословения. И увидит это глаза ваши, и вы скажете, возвеличился Господь над пределами Израиля. И на самом деле, весь секрет человеческого благополучия, он заключается в том, верен человек Богу или не верен. Если не верен, то все порушится. А во главе религиозной жизни в то время, конечно же, находились священнослужители. И вот тут вдруг оказывается, и мы видим некое страшное такое вот действие, что священники вели себя крайне недостойно. И Господь говорит через пророка Малахиев, «Сын чтит отца и раб господина своего. Если я отец, то где почтение ко мне? И если я Господь, то где благоволение предо мною?» Говорит Господь Саваоф, «Вам, священники, бесславящее имя мое». Вы говорите, «Чем мы бесславим имя твое?» То есть идет как бы такой вот диалог, некая такая вот дискуссия. И Господь прямо поясняет, «Вы приносите на жертвенник мой нечистый хлеб, и говорите, чем мы бесславим тебя?» Тем, что говорите, «Трапеза Господня не стоит уважения». И когда приносите в жертву слепое, не худо ли это? Или когда приносите хромое и больное, не худо ли это?» Ну, братья и сестры, ведь вспомните, что в те времена жизнь богослужебная, она в чем заключалась? Что люди, они приносили жертвы. И Господь воздревнейших времен через эти жертвы воспитывал и учил, приучал людей к жертвенности. Вот помните, когда самый первый такой вот конфликт, ну, в каком-то смысле он внутрисемейный конфликт, а на самом деле это был конфликт в связи с жертвами Каин и Авель. Как тот и другой приносят вроде как бы жертвы, но Господь отвергает жертву Каина, потому что он приносил, что попало. Вот что попало, значит, да, вот на тебе, Боже, что мне не гоже. И вот как писали святые отцы, древние толкователи, дым от жертвы Каина, он не подымался вверх к небу, а стелился по земле, да, как такое вот, значит, облако с едким этим дымом, который резал глаза, да, то есть Господь как бы не принимает эту жертву. А вот Авель принес от чистого сердца. Жертва Авеля, она была выражением искренней его души. И на самом деле это действительно вот так. Жертвы человеческие, они выражают дух человеческий. Если кто-то живет только для себя, то он и будет все, значит, лучшее только себе. А если ты живешь, вспоминая о Боге, да, и помнишь, что все, что мы имеем, это Божий дар, то поэтому и жертва будет приноситься прежде всего Господу. Ну, в древние времена это было действительно, значит, от стад, да, от урожая и вот эти вот хлебные приношения, которые положено, чтобы они были чистой хлеба, да, беспримесной, как образ чистого служения Богу. А если жертва от стад, то там вот эти ягнята, козлята, там, быки, ну, то, что приносилось жертву, это должно было быть беспорочным. Не больное, там, не хромое, не слепое, не кривое, не пораженное никакими, значит, там, болезнями. Почему? Потому что это должно было быть тоже выражением чистого искреннего сердца и еще потому, что все эти жертвы, они указывали на будущую жертву Христову, как жертву чистого, непорочного агнца. Это были символические жертвы. Ну, а люди стали корыстно рассуждать. Ну, вот есть у меня стадо, я вот вижу там, как откормленные какие-то барашки, тельцы, да, а вот там лежит какое-то захудалое, значит, может быть, с каким-то пороком животное, и от него потомства не будет, и в пищу как-то вот не очень хочется его употреблять, поэтому отнесу-ка я его в храм на жертву. И получалось так, что то, что не нужно, стали относить в храм. А почему? Потому что сам Бог уже был таким людям не нужен. Их жертвы, они выражали их отношение к Богу. И вот простите, братья и сестры, если я немножко так вот из уже нынешней жизни, вот при храмах бывают службы социального служения, и в епархиях организуются, и там часто тоже возникает нужда кого-то обеспечивать одеждой, кого-то пропитанием. И иногда организуются такие сборы, и бывает, что люди вот принесут одежду, которую они когда-то носили там лет 20, да, и она уже настолько вот изодрана, и стёрта, что им трудно просто вот до мусорки донести, и они несут это и говорят, ну вот это вот возьмите, может быть, кому-то отдадите там нищим, неимущим. И тут тоже получается выражение твоего личного отношения к храму Божию. А пророк Малахи говорит, поднеси это твоему князю, будет ли он доволен тобою, и благосклонно ли примет тебя, говорит Господь Саваоф. Ну вот представьте, что если у вашего начальника день рождения, да, и вы решили что-то ему подарить, и вспомнили, вот у меня там залежалась старая одежда, потёртая там, заплатанная, вот я принесу ему, и это вот тебе, дорогой мой начальник, от всей души, так сказать, вот прими это в дар. Вот представьте себе, что это отношение было именно к Богу, к храму, к церкви. А ведь храм-то в то время он был один, один единственный на всей земле, везде поклонялись там богам каким-то языческим, входили в магическое соприкосновение с духами, люди находились в демонопоклонничестве, и на земле был один единственный храм, который посвящён Господу Богу, единому истинному, Творцу всей вселенной. И вот жертвы какие-то, вы знаете, такие захудалые, то, что было не нужно людям. «Итак, молитесь Богу, чтобы помиловал нас. А когда такое исходит из рук ваших, то может ли он милостиво принимать вас?» говорит Господь Саваоф. «Лучше кто-нибудь из вас запер бы дверь, чтобы напрасно не держали огня на жертвеннике моём». Ну, вы смотрите, Господь как строго говорит, вот вроде бы, значит, народ вернулся, да, и храмовые жертвы, а из-за этого отношения людей к храму, Господь говорит, «Да лучше бы вообще вы заперли храм и ничего вообще бы даже не пытались приносить жертвы». Вот если, братья и сестры, сейчас посмотреть на нынешние обстоятельства, казалось бы, никаких гонений нет, да, возьмём мы, допустим, Европу, а там вдруг храмы обращаются где-то, значит, там в ресторан, в какое-то кафе, какой-то храм, он превращается в ночной клуб, где-то на Рождество в храмах в Европе устраиваются катки для катания, да, а один храм там даже клуб скалолазания, ну, храмы, как правило, они высокие, и там они на стенах устраивают как бы такие ступеньки, как бы выступы, чтобы вот эти скалолазы за них ухватывались и как бы подымались ввысь, да, но духовно они ввысь точно не подымаются. А почему так? Да потому что верующие они только вот, ну, формально, и Бог стал не нужен, поэтому и храмы, оказывается, не нужны, и вот это вот затворение храмов происходит даже тогда, когда нет совершенно гонений на веру. «Нет моего благоволения к вам, говорит Господь Саваоф, и приношение из рук ваших неблагоугодно мне, ибо от востока солнца до запада» вот это, братья и сестры, здесь уже очень удивительное пророчество, да, «Ибо от востока солнца до запада велико будет имя мое между народами, и на всяком месте будут приносить фемиам имени моему чистую жертву. Велико будет имя мое между народами, говорит Господь Саваоф». Вот смотрите, что получается. Там храм был один, и казалось, что в принципе это невозможно, чтобы вера в Бога, она распространилась по всей земле. Вокруг, значит, там одни язычники, идолопоклонники, ну, я не скрою, на самом деле, даже у язычников предание о едином высшем Боге, оно сохранялось. Вот есть две группы преданий, есть, значит, открытые предания, там какая-то мифология, легенды, какой Бог какого родил, там все вот эти божественные генеалогии, а есть группа закрытых тайных преданий, и потом, когда ученые исследовали уже в 20 веке тайные предания языческих народов, оказалось, что всегда там сохраняется знание о едином истинном высшем Боге, который сотворил вообще весь мир, зачастую его называют Небесный Отец, и говорится, что люди утратили с ним связь из-за какого-то проступка, иногда говорится, из-за проступка женщины. Но вот это знание истинного Бога, оно сохранялось только в тайных преданиях у языческих народов. А кругом, значит, вот это вот язычество, и храм был один, и казалось, что, ну как это вот возможно, что только вот израильтяне, значит, они только иудеи хранят веру в единого Бога. И Господь им говорит, посмотрите, как вы нерадивы к вашему единственному храму, но я сделаю так, что вот настанет момент, когда храмы Божии, они будут по всей земле, и от востока солнца до запада славно будет имя Мое. Когда сейчас в самом начале божественной литургии встречают архиерея, то там поются именно эти строки. От востока солнца до запада хвально имя Господне, буди имя Господне благословенно отныне и вовеки. Ну, каждый архиерей, он преемник святых апостолов. Апостолы, они как раз и проходили с вот этой дивной проповедью в разные страны, значит, посещали разные народы, потом их ученики шли дальше, и вера в Господа, она распространилась по всей земле, и вот как и сказано в этом пророчестве, что, значит, между всеми народами будет велико имя Господне. И сейчас имя Божие, вот, конечно, как вот христианство, когда распространилось по земле, оно действительно прославляется. Есть храмы Божии там и где-нибудь, даже в Африке, в Уганде есть православные христиане, есть храм Божий в Антарктиде, и те, кто там несут свое служение, да, то они тоже посещают Божий храм. И восток, и запад, север и юг усеян Божьими православными храмами, и везде совершается таинство литургии, евхаристия. А евхаристия – это и есть вот та самая чистая жертва, сказано, что на всяком месте будут приносить фимиам имени моему, чистую жертву. Вот эта чистая жертва, чистая евхаристия, где люди причащаются святой при чистой крови Христовой, это вот каким-то, ну, неописуемым, дивным, божественным промыслом распространилось по всей земле, и это и есть исполнение пророчества святого Малахии. Но сам пророк это еще только вот пока сообщает своим современникам, у нас-то это уже исполнилось, да, а что было в непосредственном его окружении? И он говорит, а вы хулите его тем, что говорите, трапеза Господня не стоит уважения, и доход от нее, пища ничтожная. При том, говорите, вот сколько труда. Ну, действительно, когда вот они трудили священники ветхозаветные, надо понимать, что это совсем другие были священники, и они выполняли иногда вот функции даже просто мясников, вот эти вот туши, крупные жертвенных животных, их надо было правильно разделывать, там, значит, внутренности туда, значит, кожу туда, ну, иногда все сожжения, и это действительно требовало огромного труда, но ведь в этом было выражение их богослужебной жизни. И когда люди вот шли с покаянием в храм, то жертвы вот эти, они тоже были выражением их покаяния. И кроме того, повторим, что когда приносились вот эти чистые агнцы в жертву, это ведь было предуказание на будущую жертву Христова, Спасителя, который очистит своей кровью грехи всех людей. Они говорили, вот сколько труда, и пренебрегаете ею, да, то есть вот этой жертвой, трапезой Господней, говорит Господь Саваоф, и приносите украденное, хромое и больное, и такого же свойства приносите хлебный дар, ну, представляете, даже украденных животных, ну, кто-то украл, а дай-ка вот я его в жертву Господу принесу, да, могу ли с благоволением принимать это из рук ваших, говорит Господь, проклят лживый, у которого в стаде есть неиспорченный самец, и он дал обет, а приносит в жертву Господу поврежденное, ибо я царь великий, и имя мое страшно у народов. И вот пророк Малахии, он обращается прежде всего, конечно, к ветхозаветным священникам, потому что, куда идет пастырь, туда же за ним следует и паства, и пророк, а точнее Господь через пророка вещает, и так для вас, священники, это заповедь, если вы не послушаетесь, и если не примете к сердцу, чтобы воздавать славу имени моему, говорит Господь Саваоф, то я пошлю на вас проклятие, и прокляну ваши благословения, и уже проклинаю, потому что вы не хотите приложить к тому сердце. Ну, вот представьте, если это немножко на наши времена перенести, вот какой-нибудь прихожанин, да, приходит и говорит, вот батюшка благословите, батюшка благословите, и убеждет, что если батюшка благословит, то, значит, вот все, значит, и исполнится. А тут вдруг мы слышим страшные, значит, слова, прокляну ваше благословение. Ну, когда это бывает? Ну, допустим, если какой-то священник, он уходит в раскол, да, и благословляет свою пасту, вы там больше патриарха не поминаете, все епископы плохие, значит, священачалии, все не то, а вот я один правильный, хороший, я знаю все каноны, все сейчас вам истолкуют, благословляя вам, значит, отделившись от других, вот только вот сами мы будем служить. И вот эти вот благословения Господь проклинает, потому что человек раздирает ризу Церкви Христовой. Или если когда-то вдруг пытаются благословить очевидный грех, ну, как, значит, некоторые рассуждают, что, ну, вот, ничего страшного, если кто-то сменил полового партнера, да, значит, ну, да, ну, вот, блудит, ну, мол, ничего страшного. И если вот священник это будет благословлять, да, то такие благословения Господь проклинает, потому что нельзя благословлять то, что расцвливает людей, нельзя благословлять то, что людям приносит духовные разрушения и ведет их в ад. И вот Господь, Он поэтому так строго вещает в отношении пастыри, и, понимаете, вот, все-таки благословение священника, оно должно быть выражением заповеди Божьей, а заповеди, они учат чистоте, непорочности, целомудрию, подлинной мудрости, нельзя благословлять человеческую глупость, которая приведет потом этого человека, ну, просто каким-то жизненным тупикам. А люди иногда идут и вот желают вытребовать у батюшки себе благословения, зная, зная, может быть, заранее, что все-таки они грешат, да, но вот думают, что сейчас мы благословение заполучим, и Господь все как-то вот незаметно для нас все хорошо устроит, и это вот не так. И Господь говорит, вот я отниму у вас плечо, ну, имеется в виду, когда в Ветхом Завете вот эти жертвы приносили жертвенных животных, то плечо жертвенных животных, оно отдавалось священникам для их вот личного пропитания, как священная трапеза, а тут, значит, Господь как бы отнимает это у них. Вот я отниму у вас плечо и помет раскидаю на лица ваши, помет праздничных жертв ваших и выбросит вас вместе с ним. То есть, вот эта вот нечистота, да, она вступит в вашу жизнь, потому что вы сами стали служителями нечистоты. И вы узнаете, что я дал эту заповедь для сохранения завета моего с Левием, говорит Господь Саваоф. Ну, что это за завет с Левием? Тут продолжается. Завет мой с ним был завет жизни и мира, и я дал его ему для страха, и он боялся меня, и благоговел перед именем моим. Колено Леви, оно было избрано именно для служения Богу. И вот левиты, да, служители, они не должны были посвящать себя каким-то мирским делам, да, а только сосредоточиться на служении Богу. Это вот был тот самый завет, который следовало хранить, и это было залогом благополучия всего народа. Закон истины был в устах его, и неправда не обреталась на языке его. В мире и правде он ходил со мною, и многих отвратил от греха. «Ибо уста священника», вот, братья и сестры, здесь уже говорится на все времена, вот, каким должен быть священник, неважно, значит, Ветхий завет или Новый завет, понятно, что новозаветное священство, оно сияет уже благодатью Христа Спасителя, да, подару через апостолов, то, что вот дано священникам, это совершенно новое, и вот то, что здесь говорит Господь через пророка Малахию, оно уже на все наши времена, «Ибо уста священника должны хранить ведение, и закона ищут от уст его, потому что он вестник Господа Саваофа». Хранить ведение, то есть, особое духовное знание, духовный опыт, который священник, ну, по идее, должен быть личный опыт богообщения, и познание тайн духовной жизни, и познание смысла священного писания, и священник этим должен, конечно, делиться, потому что смысл священника, конечно, не в том, чтобы там какие-то вот шутки прибавить, нет, это все можно, нужно, да, и прекрасно, когда мы, значит, можем там вместе чему-то порадоваться, пошутить, посмеяться, но в конечном итоге все-таки все равно люди ищут духовной мудрости, и духовной поддержки, и духовного утешения, вот это и есть то ведение, которое должно присутствовать у священника и исходить из уст его, потому что он вестник Господа Саваофа, потому что он не себя проповедует, он проповедует Господа и путь людей ко Господу, но вы уклонились от пути сего, для многих послужили соблазном в законе, разрушили завет леви, говорит Господь Саваоф, вот знаете, иногда, когда смотришь на историю израильского народа, то действительно тоже начинаешь задумываться, а почему столько потрясений, ведь такие чудеса были даны, как чудесным образом из Египта выведены, через Красное море переведены, манна с небес сдавалась, столько чудес, и все равно, постоянно какие-то удары, иноплеменники захватывали, потом, значит, храм в итоге разрушен, потом вроде бы вернулись, и опять все равно потрясение, то там греки их, ну, вначале Перси, потом греки, потом Римская империя, а может быть потому, что вот люди не справились с тем заданием, да, вот с тем благословением Божиим, которое Господь обратил к ним, быть исповедниками веры в единого истинного Бога, исполнять заповеди Божии, стать светочем для мира, а если светильник угасший, да, вот вместо, значит, света там идет гарь от угасшего фитиля, то все, задачу не исполняйте, и поэтому Господь, значит, наносит какие-то вот такие потрясения, удары для вразумления, зато и я сделаю вас презренными и униженными перед всем народом, так как вы не соблюдаете путей моих, лицеприятствуете в делах закона, не один ли у всех нас Отец, не один ли Бог сотворил нас, почему же мы вероломно поступаем друг против друга, нарушая тем завет отцов наших, да, очень жесткие такие обличения, это от Господа ведь все подается, Господь вразумляет их, а в чем же было вот это вероломство, которое и у священников ветхозаветных, и у иудеевского народа, вероломно поступает Иуда, и мерзость совершается в Израиле и в Иерусалиме, ибо унизил Иуда святыню Господню, которую любил, и женился на дочери чужого Бога. Вот это интересное такое, значит, слово употребление, да, женился на дочери чужого Бога, что имеется в виду? Ну, тут на самом деле несколько таких аспектов, действительно, перестали хранить святыню Божию, и стали увлекаться язычеством. Вот знаете, в 20 веке, и сейчас, кстати, в 21 веке, проводилось и проводится очень много археологических раскопок в Святой Земле, и, как оказалось, иногда находят там вполне такие языческие артефакты, какие-то там, значит, амулеты языческие, и даже каких-то вот время от времени идолов, и это значит, что люди заражались язычеством, увлекались, как бы женились на дочери чужого Бога, как бы перенимали эти культы поклонения чужим Богам. Но было прямое смешение, смешение семейных браков, то есть, брали себе жен от язычников, а когда брались иноплеменные жены, то вместе с ними проникали и культы языческие в среду израильтян, то есть, вместо того, чтобы, значит, распространять веру Божию среди язычников, получалось прямо наоборот. У того, кто делает это, истребит Господь из шатров Иаковлевых, бдящего на страже, и отвечающего, и приносящего жертву Господа Саваофа, ну, бдящего на страже, то есть, того, кто стоит на охране, ну, собственно, стражники, они всегда бодрствуют, но тут и некое такое духовное бодрствование подразумевается, и те, кто приносит жертву, и это все будет порушено на самом деле за то, что вы вот не то, не все, да, и вроде бы Богу, а какие жертвы? Ну, вот эти вот захудалы, то, что мне не нужно, а от язычников, вот эти вот амулеты, там какие-то, значит, увлечения языческими культами. И вот еще, что вы делаете, вы заставляете обливать слезами жертвенник Господа с рыданием и воплем, так что он уже не презирает боли и на приношение, и не принимает умилостивительные жертвы из рук ваших. То есть, вы кого-то обижаете, вы обижаете своих ближних, а может быть, даже обижаете иноплеменников, там, тех, кто рядом с вами находится, и те проливают слезы, и Господь видит эти слезы, они как бы тоже оказываются на алтаре. Всесожжение при храме и то, что вы несете жертвы, а при этом кого-то обидели, означает, что Господь не принимает ваши жертвы, потому что он видит слезы обиженных. Вы скажете, за что? За то, что Господь был свидетелем между тобою и женою юности твоей, против которой ты поступил вероломно, между тем, как она подруга твоя и законная жена твоя. Вот, братья и сестры, оказывается, вот оно, в чем, значит, и обиды, которые причинялись другим, и вот этот вот ложь и обман, прелюбодействовали. Вот, сначала женились, да, и была подруга жизни, а потом она как бы приедалась, находили себе кого-то другого, некое так как бы вот, некое развлечение на стороне, и увлекаясь этим, забывали ту, которую тебе подал сам Господь. И Господь, он это изобличает. А дело в том, что тот, кто предатель в своей семье, он и вообще по жизни становится предателем. Это такой вот некий неизменяемый закон, да, что если ты, значит, предаешь свою супругу, то невольно ты уже и от детей своих отворачиваешься. Иногда это в прямом смысле, когда мужья бросают своих жен, да, вот подругу юности своей, да, убегают другой и ее оставляют, да, то есть тот, кто предал в чем-то одном, да, в малом предал, он и в большом тоже становится предателем, он и детей своих предает, и он ненадежен во всем, да, он предатель и Бога. Почему? Потому что он предает заповедь Божию, Господь говорил, не прелюбодействуй, а ты, для тебя, Божье Слово как ничто, но не сделали того же один, и в нем пребывал превосходный дух. Что же сделал этот один? Он желал получить от Бога потомство. Итак, берегите дух ваш, и никто не поступай вероломно против жены юности своей. Вот первая половина этих слов, она немножко такая была трудная для толкования, вот кто же этот один, да, тут не указано, но не сделали того же один, говорится, что у него был превосходный дух, и он, значит, желал получить от Бога потомство, и вероятнее речь идет про правоца Авраама, который действительно жаждал от Господа потомства, будучи бездетным, и в какой-то момент он, конечно, взял себе Агарь, да, и от нее родился вот Измаил, как помните, то есть, да, не сделали того же один, то есть, и это было в каком-то смысле вот по немощи, но он потом отпускает Агарь вместе с Измаилом, потому что знает, это Божье было обетование, и Божье повеление, что именно от Сары в сыне Исааки будет благословлено его потомство, и именно там высияет обетованный спаситель. Ну, конечно, братья и сестры, мы понимаем, что реальная наша жизнь, она очень далека от идеала, и люди бывают, значит, и разводятся там, да, и потом или восстанавливают свои семьи, или не восстанавливают, создают новые, а потом как-то вразумляются, уже Господь ведет их, они все-таки не лишаются благословения Божия, и тут мы читаем, если ты ненавидишь ее, да, твою супругу, ну, это в бесхозаветные времена, отпусти, говорит Господь, Бог Израилев, ну, в те времена давались некие, конечно, послабления, да, и разводы, почему иногда благословлялись, потому что бывали случаи, когда человек вот настолько он проникался ненавистью к своей супруге, что готов был даже ее убить, и тогда лучше развод, нежели смерть жены, вот, отпусти, говорит Господь, Бог Израилев, а дальше все-таки сказано, обиды покроет одежда его, говорит Господь Саваоф, посему наблюдайте за духом вашим и не поступайте вероломно, то есть, все-таки подлинное решение наших проблем, это не разводы, да, не разрушение семьи, не то, что вот человек, значит, обиделся и тут же уехал, как бы в капсуле своей, закрылся своего я и прячется там, потом самому так томные, как будто кошки на душе скребут, а на самом деле надо учиться великодушию, надо учиться преодолевать свою гордыню, восстанавливать свои семьи, отношения с детьми, отношения с супругой, отношения с родителем, и вот, поэтому наблюдайте за духом вашим, сказано, и не поступайте вероломно, вы прогневляете Господа словами вашими и говорите, чем прогневляем мы его? Тем, что говорите, всякий, делающий зло, хорош предачами Господа, и к таким он благоволит, или где Бог правосудия? Вот это уже немножко другая такая тема, да, когда люди все время смотрят по сторонам, вместо того, чтобы смотреть за своей жизнью, и видят, что вот тот человек, значит, живет нечестиво, но при этом благоденствует. Вот это тоже, он, значит, того обманул, этого обманул, а ему все богатство, богатство, и где же Бог правосудия? Вот этот вопрос у каждого из нас появляется, и оказывается, в этом тоже есть прегрешение, почему? Потому что мы не доверяем Богу, который все видит, и каждого гордого он рано или поздно ставит на место, а вначале, может быть, дает ему шансы исправиться, а тот, кто терпит скорби, непременно будет оправдан Богом, но об этом чуть погодя, еще мы вернемся к этой теме. Ну, а сейчас, братья и сестры, очень важное, такое ключевое пророчество у святого Малахи, оно исполнилось в новозаветные времена, вот почему еще иногда говорят, что Малахи, он именно печать пророков, и его пророчество это как бы уже предварение нового завета. Читаем. вот, вот, я посылаю ангела моего, и он приготовит путь предо мною, и внезапно придет в храм свой Господь, которого вы ищете, и ангел завета, которого вы желаете, вот он идет, говорит Господь Саваоф, и, конечно, вы понимаете, что эти слова, вот в первой половине, они относятся к святому Иоанну Претечи, вот я посылаю ангела моего, и он приготовит путь предо мною, вот, братья и сестры, откройте Евангелие от Марка, да, самое начало этой Евангелия, и там мы читаем, что Евангелие Иисуса Христа, Сына Божия, как написано у пророков, вот я посылаю ангела моего пред лицем, значит, твоим, который приготовит путь твой пред тобою, вот так мы читаем в самом начале Евангелиста Марка, и получается, что слова вот эти, это как раз и есть исполнение пророчеств Малахии, и сам Господь Иисус Христос, он именно так говорил о святом Иоанне Претечи, значит, да, это в Евангелии от Матфея мы тоже читаем, что кто же он есть, да, Иоанн, и кого выходили смотреть в пустыню, он есть ангел, которого Господь посылает, да, чтобы приготовить путь, да, тому, кто идет за ним, и, кстати, отец святого Иоанна Претечи, святой пророк Захария, он произносит то же самое, вот когда только-только рождается младенец, и святой Захария разрешается от немоты, то произносит и ты младенец наречешься пророком Всевышнего, ибо предыдешь пред ним, чтобы приготовить пути его, вот это и исполнилось на святом Иоанне Претечи, он как ангел, ангел это вестник, и святой Иоанн возвещал о грядущем Христе, он уже возвещал о приближающемся Царстве Божием, говорил, покайтесь, ибо приблизилось Царствие Божие, потом это же самое стал возвещать Господь Иисус Христос, и первые апостолы, они ведь тоже из учеников святого Иоанна Претечи, он действительно предшествовал Господу, а дальше, кстати, вот у пророка здесь сказано, и внезапно придет в храм свой Господь, которого вы ищете, и ангел Завета, которого вы желаете, речь идет о входе Господня в Иерусалим, когда Спаситель вот спускался с Елеонской горы, да, и люди устилали дороги своими одеждами, встречались с палевыми ветвями, восклицали и благословен грядущего имя Господне, на самом деле для Иерусалима это было внезапное пришествие Господа, и весь город пришел в движение, и восклицали, кто есть сей, да, а это тот вот Иисус, который воскресил Лазаря из мертвых, Спаситель вступает в Иерусалим и сказано, придет в храм свой, на самом деле храм Соломонов, храм Ветхого Завета, он был храмом Христовым, потому что предназначался для грядущего Христа, а Господь пришел внезапно туда, как сказано у пророка Малахии, и еще говорится, что, значит, Господь, которого вы ищете, и ангел Завета, которого вы желаете, вот этот ангел Завета, это он же, Господь Иисус Христос, потому что ангел означает вестник, и ангел Завета означает вестник Завета, какого Завета? Нового Завета, заповедь новую даю вам, долюбите друг другу, Господь Иисус Христос есть ангел, вестник Нового Завета, которого вы желаете, то есть, которого вы ожидаете, и об этом и пророчествует Святой Малахия, а дальше, вот как это бывало принято у ветхозаветных пророков, у них сразу же такие вот, как бы, апокалиптические провидения будущих, дальнейших времен, вплоть, значит, до страшного суда, и тут уже говорится, и кто выдержит день пришествия его, и кто устоит, когда он явится, ибо он, как огонь расплавляющий, и как щелок очищающий, и сядет переплавлять, и очищать серебро, и очистит сынов левия, и переплавит их, как золото, и как серебро, чтобы приносили жертву Господу в правде. Это, конечно, и о будущем суде, где Господь, значит, попалит всех нечестивых, но это в том числе и о том преображающем действии божественной благодати, которая в новозаветные времена будет очищать людей, чтобы они приносили уже чистые жертвы. Тогда благоприятно будет Господу жертва Иуды и Иерусалима, как во дни древние, и как в лето прежние. И приду к вам для суда, и буду скорым обличителем чародеев и прелюбодеев, и тех, которые клянутся ложно, и удерживают плату у наемника, притесняют вдову и сироту, и отталкивают пришельца, и меня не боятся, говорит Господь Саваоф. Как видите, вот братья и сестры, чародеи и прелюбодеи, они помещаются здесь вместе. Тех и других Господь обличит, не спровергнет, и, собственно говоря, оккультизм, занятие магией, это тоже своего рода прелюбодеяние, но такое духовное прелюбодеяние, потому что человек призван хранить единение с Господом и верность Богу, вот как в семье призваны хранить верность муж и жена друг другу. А тут получается, что человек, будучи чадом Божиим, отворачивается от Господа, ну и смотрит в стороны каких-то там падших духов, чтобы через магические заклинания они помогали. Это тоже прелюбодействие, поэтому чародейство, оно всегда обличалось очень и очень строго в Священном Писании и заниматься никакими заговорами, заклинаниями и никаким там колдовством, так же, как и астрологии, хиромантии, там, значит, нумерологии и прочими вот этими оккультными глупостями. Христианину чуждо и для души любого человека это вредно, ибо я Господь, я не изменяюсь, посему вы, сыны Иакова, не уничтожились. То есть, как Господь отвел свой народ, да, он не отрекался от народа, это люди отрекались от него, а Господь, он не изменяется. Если он говорит, что, значит, не прелюбодействуй, он не может поменяться и сказать, что ты вот там прелюбодействуй. Если он говорит, не кради, да, то он не может сказать, что ты давай теперь кради. И поэтому заповеди Божии, они на все века, ибо это выражение бессмертной не изменяющейся воли Божией. «Со дней отцов ваших вы отступили от уставов моих и не соблюдаете их. Обратитесь ко мне, и я обращусь к вам», говорит Господь Саваоф. То есть, вот он на самом деле принцип благоволения Божия. Если ты не отворачиваешься от Бога, то Господь на самом деле всегда к тебе обращен. Его благодать всегда к тебе открыта, но ты не затворяй своего сердца от него. Вы скажете, как нам обратиться? Ну, понятно, что те, кто привыкли ко греху, им кажется, что, значит, шаг к исправлению очень тяжелый такой, и пророк Малахи, он опять напоминает, это вот то, что мы уже слышали, читали, «Можно ли человеку обкрадывать Бога? А вы обкрадываете меня?» Это вот Господь через пророка говорит. «Скажете, чем обкрадываем мы тебя? Десятиную и приношениями, проклятием вы прокляты, потому что вы, весь народ, обкрадываете меня. Принесите все десятины в дом, хранилище, чтобы в доме моем была пища. И хотя в этом испытайте меня, говорит Господь Саваоф, не открою ли я для вас отверстий небесных и не залью ли на вас благословения до избытка? Я для вас запрещу пожирающим истреблять у вас плоды земные, и виноградная лоза на поле у вас не лишиться плодов своих, говорит Господь Саваоф. На самом деле, вот заповедь о десятине, она была очень значимой. Почему так? Ну, повторим, что Господь приучает человека к жертвенности, потому что это самое сильное оружие против эгоизма. Ну, мы вот так вот по своей грехолюбивой природе устроены, что мы хотим все себе, себе и больше, больше, а когда человек учится отдавать, то он преодолевает свою гордыню, и вдруг, когда вот ты учишься жертвенности, то в сердце проявляется и пробуждается удивительная радость. Ты благотворишь другому, но при этом становишься счастливым и радостным сам, и десятина, она была очень важна. То есть, вот Господь тебе подает плоды на земле, это значит, когда ты трудишься, Господь благословляет, и ты учись от этого, приносить в жертву. И сейчас, кстати, вот в храмах, да, ну, по идее, вот, хорошо бы, если бы и это исполнялось. Понятно, что мы не можем все поменять, но бывает, вот, знаете, люди приходят и говорят, вот почему там тарификация, да, вот свечи там стоят деньги, кстати, не везде, вот есть, чистуют за пожертвования, там заказывают какие-то требы, покрестители, еще чего-то, и везде, ну, не то, что тарификация, как бы установленные пожертвования, строго тарифицированные пожертвования. Понятно, что если придет человек, который без денег, скажет, батюшка, пожалуйста, покрестите меня, то священник только рад будет его покрестить, что человек хочет, хочет креститься, да, и неважно, есть там деньги или нет, но все равно получается так, что вынужденно происходят вот эти сборы денег, а почему так? Потому что десятину-то никто не несет. Вот если вы представьте, скажем, приход, да, или вот весь этот район, он общими усилиями содержал бы храм, да, там все вот эти коммуникации, значит, там электричество, значит, все, что это, вот есть работники, преподаватели воскресной школы, да, те, кто алтарничает, панамарит, обычно панамари всегда получают, значит, очень-очень скудно, и вот если бы их поддерживали, то представьте, каким был бы храм, он был бы совершенно другим, и ничего там не было бы за деньги, то есть не только там свечи, записки о здравии, о покоении, а вообще все, да, но если бы община, вот она именно давала 10% от своей зарплаты, но ведь этого нет, да, и получается так, что и там люди, значит, уже не очень хотели это давать, и сейчас, но это вот наша такая немощь человеческая, но я вот, братья и сестры, все-таки расскажу такой пример, один достаточно близкий мне, священник, отец Алексей, и у него был такой случай, вот он как-то шел, по улицам города Москвы, и вот решил зайти в один храм, а там почитаемая икона святителя Николая Чудотворца, и ему захотелось очень подойти, и вот он подошел, и стал молиться, и у него возникло такое желание пожертвовать средства, ну, там ящичек, вот, значит, да, на этот храм, да, рядом, недалеко от иконы святителя Николая, а сначала, и тут ему мысль такая приходит, ведь я уже и так вот десятую часть своих доходов, зарплаты, жертвую на храм, то есть, на самом деле, он, хотя и священник, но даже от своей священческой зарплаты он сам жертвует на храм десятину, уже, да, но он думал этим оправдаться, чтобы не пожертвовать, да, храму здесь, куда он зашел, и он тогда преодолел эту мысль, достал кошелек, а там одна пятитысячная купюра, понимаете, тоже, значит, такое вот испытание, и немножко такое, как бы, колебание, и он, значит, все-таки достает эту пятитысячную купюру, кладет, жертвует, и уходит с пустым кошельком, а потом что получилось, они жили на съемной квартире, молодая священническая семья, уже дети маленькие, и, конечно, надо было как-то вот дальше расширяться, а как, средств нет, и тут вдруг хозяева этой квартиры им говорят, вы знаете, мы решили квартиру-то продать, но деньги эти, которые с продажи, пожертвовать вам, чтобы вы купили новую, еще лучшую квартиру себе, и это действительно достаточно быстро осуществилось, и та квартира была, ну, это вот не сейчас, а чуть там раньше, да, сколько там лет, может, 15-20 назад, и, значит, квартиру так получилось, что ее продали за 5 миллионов 555 тысяч рублей, получается так, что вдруг он вспоминает, что он пожертвовал святителю Николаеву, значит, 5 тысяч рублей, а тут оно вот этого, значит, 5 умножилось в несколько раз, там он пожертвовал 5 тысяч, а тут вдруг 5 миллионов 555 тысяч рублей, и они смогли, значит, приобрести какую-то новую квартиру, вот, да, ну, это вот чуть раньше было, может быть, и цены там были другие, и получается, что если ты жертвуешь, Господь, он тебя не оставит и непременно благословит, и это возвещается через пророка, и вот тут мы читаем, и блаженными называть будут вас все народы, потому что вы будете землею вожделенную, говорит Господь Саваоф, то есть все будет, значит, там, да, когда этого говорилось, что и виноградная лоза у вас не лишится плодов Саваоф, и то, и небо будет отверстым, Господь не оставляет тех, кто относится к духовной жизни от чистого искреннего сердца, ну, конечно, братья и сестры, мы, наверное, немножко увлеклись, но тут осталось совсем чуть-чуть, и вот теперь пророк, он продолжает и возвращается к той теме несправедливости, когда нам кажется, что все кругом несправедливо, Господь говорит, дерзостны предо мною слова ваши, говорит Господь, вы скажете, что мы говорим против тебя, вы говорите тщетно служение Богу, и что пользы, что мы соблюдали постановление Его и ходили в печальной одежде пред лицом Господа Саваоф, ну, как бы там посты, вот, как бы внешне выражали, и ныне мы считаем надменных счастливыми, лучше устраивают себя, делающие беззаконие, и хотя искушают Бога, но остаются целы, но это вот извечная проблема, что подлецы, они живут лучше, чем честные люди, и вот чтобы мнение от себя говорить, вот послушаем слова пророка Малахии, но боящиеся Бога говорят друг другу, внимает Господь и слышит это, и пред лицом Его пишется памятная книга о боящихся Господа и чтущих имя Его, то есть на самом деле вот эта книга жизни, сказано тут, памятная книга, но это образно так, она фиксирует все, что совершается на земле, и тот, кто живет ради удовольствия, вот захватывает, грабит, и только ради себя, это тоже записывается, но праведники, те, кто терпят лишения и смиренно принимают это, уповая на Бога, они записываются в особую книгу, книгу жизни, памятную книгу у Господа, и они не будут забыты, читаем, и они будут моими, говорит Господь Саваоф, собственностью моею в тот день, который я соделаю, и буду миловать их, как милует человек сына своего, служащего ему, и тогда снова увидите различия между праведником и нечестивым, между служащим Богу и неслужащим ему, вот поверьте, что поскольку есть Господь Бог, и есть вечная жизнь, и есть бессмертная душа человека, то есть и праведное воздаяние, и те, кто вот до конца сохраняют верность Господу, и в этих лишениях, и несправедливостях земных, они становятся своими для Бога, своими, вот быть чадами Божьими, это самое великое счастье, и тогда не надо никаких благ, вот главное, что ты свой для Бога, ты ребеночек Божий, а Господь тебя проведет через эти несправедливости, и самое главное, Он подарит тебе вечность, небесную вечность, ну а для тех, кто живет иначе, для них будет строгий суд, ибо вот придет день, пылающий как печь, тогда все надменные, поступающие нечестиво, будут как солома, и попалитый грядущий день, говорит Господь Саваоф, ну знаете, вот солома, она тут же вспыхивает, сухая солома достаточно поднести, пламя тут же вспыхивает, все, конец, и вот так же все несправедливости, все нечестие, эта надменность, гордость, быстро исчезнет, как будто этого и не было, и те, кто преданы были подобным страстям, они, конечно же, очень и очень пожалеют, так что не оставят у них ни корня, ни ветвей, а для вас, благоговеющие, предименемый, взойдет солнце правды, и исцеление в лучах его, вот братья и сестры, очень дорогие эти нам слова, очень ценные для нашего сердца, солнце правды взойдет, это Христос, Господь, который посетит нас, как восток свыше, солнце правды, Христос, Бог наш, и когда он взойдет, то тут же исцеление в лучах его, потому что благодать Божия, она исцелительна, и вот сейчас, конечно, люди страдают, и терпят скорби, и бывает так, что от жизненных потрясений, у кого-то наступает и депрессия, какие-то нервно-психические расстройства, это вовсе не значит, что человек какой-то великий грешник, он просто понес жизненные потрясения, и телесная его храмина, она не выдержала, где-то дала трещины, надломы появляются, но когда взойдет солнце правды, то явится и исцеление в лучах его, там, в небесном царстве, все раны души будут залечены, и Господь вытрет всякую слезу обиженного, и все недуги наши исчезнут, и все, значит, обиды, и горькие скорби, это все устранится, потому что Бог есть такая любовь, и это такое невыразимое сияние любящего тебя, вот, света Божия, Господа, который есть свет, что таким счастьем наполнится душа твоя, которую просто ни с чем больше не сравнить, и вы выйдете, ну и тут дальше, конечно, то есть из этих скорбей, да, и дальше такое образное, и взыграете, как тельцы упитанные, ну и тут, конечно, это немножко такое ублажение ветхозаветного человека, и будете попирать нечестивых, ибо они будут прахом под стопами ног ваших в тот день, который я соделаю, говорит Господь Савауф. Понятно, что действительно, вот эти люди, преданные обману, подлости, гордыне, они действительно как бы вниз будут неспровергнуты, адские глубины, это всегда какие-то низины, и получается, что как бы под стопами ног праведников, хотя Новый Завет, он добавляет еще некое вот такое сострадание, сожаление к томящимся во узах ада, и такую сострадательную молитву о них, но Божий суд, есть Божий суд, помните закон Моисея, раба моего, который заповедовал ему на Хариве, для всего Израиля, равно как и правила и уставы. И вот самые последние строки, братья и сестры, вот это то, что как раз завершение ветхозаветного пророчества и даже начало Нового Завета, ну как бы предвосхищение Нового Завета. Вот, «Я пошлю к вам Илью пророка пред наступлением Дня Господня, великого и страшного, и он обратит сердца отцов к детям, и сердца детей к отцам их, чтобы я, придя, не поразил земли проклятием». А ведь это же сказано, во-первых, о святом Иоанне Претече, опять-таки, значит, ангел, уже не сам Захарий, а ангел, являясь к отцу Иоанна Захарии, говорит, что он обратит сердца отцов к детям, или сердца детей к отцам, и непокорив им образ мыслей праведников. Вот оно исполнение, того, что сказано здесь. И сам Господь Иисус Христос говорил про святого Иоанна Претече, «Если хотите принять, он есть Илья, которому должен прийти». То есть Господь ссылается на пророка Малахи и говорит, что вот если хотите принять, он и есть тот самый Илья, который должен прийти. Потому что святой Иоанн Претеча пришел в духе и силе Ильи, дух ревностного служения Богу, такого строгого изобличения грешников, покайтесь, значит, порождение Ехиднины, уже секира, значит, при корнях деревьев, и там идет за мной сильнейший меня, который очистит гумно свой, вот эта солома тоже будет сожжена, как тут мы читали у пророка Малахии. И он обратит сердца отцов к детям, то есть будет восстанавливаться взаимоотношение между отцами и детьми, когда они возвращаются к подлинной вере. Из-за чего разрыв поколения на самом деле происходит? Из-за того, что кто-то утрачивает веру в Бог. Вот раньше, когда вера в Бога, она была, ну как, понимаете, родная стихия для народа, религиозная жизнь, духовная жизнь, церковь, храм Божий, праздники церковные, я говорю уже про христианскую, про нашу даже русскую, православную эпоху, и тогда не было разрыва, то есть дети чтили родителей, родители воспитывали детей, вместе работали, вместе обедали, родители наставляли, дети вместе ходили в храм, и там получали духовную пищу, и не было разрыва и противостояния. А когда пошли эти разрывы? Когда пошли вот западные веяния, шатаяния, либералисты, причем вначале взрослые увлеклись, а потом, значит, и дети стали, и тогда друг с другом стали спорить, все в штыки, и разрыв отцов и детей, почему? Потому что в целом народ, все вот поколения, самые там старые, да, там средние, маленькие, утратили Бога. А вот когда происходит возвращение к Богу, то начинают восстанавливаться порушенные взаимоотношения внутри семейные, между мужем и женой. Люди учатся преодолевать свою гордыню, молятся Господу и начинают по-новому ценить и любить друг друга. Также с детьми уже по-доброму, значит, да, ценить больше старших. И вот это восстановление именно когда всем сердцем принимают Христа, о чем и пророчествовал, и чему учил святой Иоанн Претеча, чтобы принимали грядущего Христа, и об этом здесь идет речь, что вот будет он послым. Но, конечно же, и сам пророк Илья, который с телом восхищен на небеса, и сейчас он там с телом своим находится, где-то вот в небесных сферах, недоступных нам, и оттуда он тоже, кстати, взирает вот на то, как мы себя ведем на земле, и насколько мы верны Господу. И вот когда-то он придет, чтобы в последние времена перед Днем Страшного Суда еще изобличить Антихриста, потом он примет телесную смерть, воскреснет, и будет вместе с Господом славы. Вот, братья и сестры, заканчивается, и уже закончилась на самом деле книга пророка Малахии, она завершается тем, что Господь хочет даровать благословение, чтобы не поразить земли проклятием. А благословение Божие лишь тогда принимается людьми, когда люди хранят верность Богу. Братья и сестры, на самом деле мы прочитали полностью книгу пророка Малахии, и думаю, что это не так трудно один раз в году выделить всего лишь один час времени, чтобы в день памяти святого пророка Малахии прочитать те дивные пророчества, которые даровал ему Господь, а через него Господь даровал и нам, и вообще на все времена. Вот, братья и сестры, постараемся ценить Священное Писание, когда наступает день памяти какого-то пророка, прочитывать его книгу, да, а Новый Завет вообще читать каждый день, каждый день читать Священное Писание, и таковых людей Господь очищает и благословляет. Храни вас Божие, дорогие братья и сестры, святые пророчи Божьи Малахии, моли Бога о нас. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Субтитры сделал DimaTorzok